Далее к другим темам. Напомним, с 5 июня ваш энергосбыт ограничил подачу энергии в сети городского электротранспорта. Причина тому долг в 190 миллионов рублей. Однако на самых оживленных улицах трамваи и троллейбусы ходить продолжают. Ограничения в большей степени коснулись маршруты, где небольшой пассажиропоток. Как уверяет МОЭД, кредитор ведет себя ответственно и не предпринимая действия, которые могли бы сказаться на большом количестве пассажиров. В прошлом году был, к сожалению, неприятный инцидент, когда энергетики отключили подачу электроснабжения в момент движения. То есть сейчас уже таких ситуаций точно нет. Мы все-таки работаем согласованно и понимая требования кредитора, у нас все достаточно сбалансировано и корректно в отношении друг друга. Тем временем в городе продолжают работать на системы безналичного расчета в общественном транспорте. Сейчас в Уфе 27 банкоматов оборудованы специальными устройствами, которые позволяют пополнить транспортную карту. В ближайшее время их появится еще 60. Кроме того, прайс по карте дешевле от 18 до 20 рублей. По подсчетам экспертов, в летний период уфимским электротранспортом пользуются около 60 тысяч человек, но лишь половина из них предпочитает безналичный расчет. Ну, во-первых, льготы есть. Мы пенсионеры, нам удобнее, намного. Маршруты плохие. Ну, удобнее на нем доезжать, потому что и стоит он, ну, немного меньше, чуть-чуть. Да зачем он тихо идет, да и на самые вот маршрутки хорошие вот. Вот 226 идет, вот это нормально.